Плюсы и минусы разных способов запоминания иностранных слов. И первый у нас на очереди это старая добрая зубрёшка. Из плюсов это знакомый метод, а для кого-то это уже прям родной такой способ запоминания. Не нужна здесь никакая подготовка, просто садись и зубрей. В голове ощущается тяжесть и кажется, что раз мы так напряглись, то всё хорошо запомнилось. И в итоге пусть небольшой, но зубрёшка даёт результат. Минусы. Из-за естественных ограничений нашего мозга такой способ позволяет запоминать небольшие порции слов. Времени на запоминание тратится много и слова всё равно с большой долей вероятности забудутся, если их постоянно не повторять. Этот способ сильно энергозатратный, то есть те ощущения в голове тяжести это не от того, что вы хорошо запомнили, а от того, что ваш организм устал. Если я что-то упустил в этом способе, обязательно дайте мне знать в комментариях. А в следующем видео мы разберём ещё один популярный способ запоминания. Посмотрим, какие есть там плюсы и минусы, поэтому подпишись, чтобы ничего не пропустить.